ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Любимая, что-то случилось? Нет, ничего. Да всё в порядке, это просто так, минутная слабость. Не обращай внимания. Это я виноват. Я что-то делаю не так. Нет, 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 нет. Я чувствую. Да нет, ты всё делаешь правильно. Ты всё делаешь очень правильно, просто... Просто ты такой, такой удивительный и такой особенный, что я почему-то совершенно не могу справиться со своим волнением. Прости, наверное, я слишком напорист. Нет, наоборот, ты очень осторожен. Просто... Просто, понимаешь, когда я тебя дотрагиваюсь, то мне сразу почему-то всегда дрожу, и мне сразу хочется... Что? Что? Нет, ничего. Фрося! Господи! Иди сюда! Что вы запугаете-то? Ой! А что это вы не спите? Не могу спать. Сядь, а то упадёшь. Ой! Артём объявил, что женится на Алле. Ой, Господи! Беда-то какая! Добила такие всё-таки мальчика, а! Прости-ка, Господи! А вы что, смолчали-то? Да я хотела остановить это везумие. Мне Алексей запретил вмешиваться. Ну и вы послушали. Да что с вами за напасть-то такая приключилась? Обычно, как начнёте кричать, уши закладывает. А тут нацепили какую-то дрянь. И узнать вас не могу. Это не дрянь. Это маска плацентарная. Артёмушке от этого легче не станет. Вот. Я просто сейчас не могу расстраивать Алексея. Ну ничего. Мы начнём действовать иначе. Вот прямо завтра и начнём. Правильно. Алисенька, ты до сих пор не ложилась? На молочка, попей, а. И ложиться уже надо. Пора на боковую. Алис. Алиса. Потом, бабуля. У меня много работы. Ну какая работа среди ночи? Ну, Алис. Алиса. Что с тобой? А что? А чё глаза красные? Какие? Разве красные? Нет, тебе показалось. Креститься надо, когда кажется. Алис, ты что, ревела? Да нет же, ну бабуль. Просто вот глаза устали от компьютера, вот и... Сейчас этот твой компьютер. Бабуль, ты что, перестань, всё нормально. Сейчас вот, сейчас я поработаю немного и тоже лягу, и ты иди ложись спать. Давай. Фирма, дюймовочка. Мы делаем из работы праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Солнышко мое, ты уже встала? Кофе готов, я сейчас Да вы нафиг кофе? Блин, что же мне так некачественно-то? Какая-нибудь гадюка наверняка меня сглазила, вот позавидовала моему счастью и сглазила Ты в шутках? Да, я шутю, утром шутливая такая, я наверное что-то не то съела вчера Я не знаю, наверное это были вот эти вот креветки с этим какого-то сглаза Скорую вызвать? Нет, у меня никакой скорой, я вообще уже, я уже встаю Нет, 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 тебе надо отлежаться, что ты, что ты, я справлюсь сегодня сам Ну темочка Ты на меня бежишь сюда? Милая, за что? Ну вот ты такой хороший, такой заботливый, ну за вчерашнюю, я все раскрылась, все раскрылась и все совсем испортила Ну что ты глупенькая моя Что-то тебе надо отлежаться, а то потом выпишешь кофе и позвони мне обязательно, хорошо? Да, это вообще очень-очень быстро, очень-очень скоро, все будет очень хорошо И нам только нужно с тобой немножечко, немножечко чуть-чуть подождать Я буду ждать столько, сколько потребуется Хорошо Ты хоть поспала? Под утро уснула Ой И приснилась нашей Алисочке, ее фирма Дюймовочка Тебе не нравится название? Да нравится ему, нравится, ты давай ешь, сил набирайся, а то с этой работой совсем Светы Белого не видишь, давай Зато я все успела Дима, бабочка, фирма Чего? Она всегда, значит А? Да Скоро все поверят чудеса, даже те, кто никогда не читали сказок Ну-ка, расскажи нам про свои гениальные идеи Ну-ка К чему нам с бабушкой готовиться? Ну, успех гарантирован Но предупреждаю, придется немного попотеть, да? Господи, голод пережили, а уж изобилие переживем Послушай Да Значит, наша компания будет заниматься корпоративами, презентациями, раскруткой брендов Да, у меня есть необходимые контакты Агентство по запуску воздушных шариков, фейерверков Не забудь, наш главный козырь, фирменное угощение от нашей бабушки Ну, естественно Главное, чтобы наша пиар-акция запомнилась Была яркой, красочной, такой сильной И вкусной Да, да Наполеоновские планы А то Как думаешь, мать, потянем? Естественно Господи, малышкиным все по силам Да Как говорится, дюймовочка форева Какая помолвка? Кто тебе сказал? Нет, ну что ты, дорогая Артем сейчас настолько загружен работой Что он просто ни о чем другом и думать не может Нет, нет Нет, ну что ты Ну, я бы первая об этом знала Конечно Так что Слухи о помолвке моего сына Явно преувеличены Да, да, да Впрочем, я не удивляюсь Повышенный интерес к нашей семье Это естественно Целую, дорогая, созвонимся Пока Отлично У твоих подружек появилась новая тема для обсуждений? Это они еще невесту не видели Ужас Нет, мамочка Это-то как раз не ужас Ужас начнется тогда Когда об этой женитьбе узнает пресса Мама, а что? Что ты на меня так смотришь? Только что сказала Повышенный интерес к нашей семье Это так естественно Я надеюсь, ты Ни с кем не делился этой новостью? Мама, ну я что, идиот что ли? Это Артема ничего не волнует Ни семья, ни работа Он занят только своей куклой силиконовой Прекрати Сейчас голова расколется Мама, ну почему вы-то тогда с отцом молчите? Неужели вам нравится эта Аллочка-людоедочка? Ты прекрасно знаешь Почему я промолчала? Потому что если семья расколется на два лагеря Папа просто этого не вынесет Хорошо Хорошо, да, ты права Будем сохранять нейтралитет Пусть Артем живет спокойно Ни о чем не думает Как говорится Меньше знаешь Крепче спишь А ты ему ничего не говорила болезни отца? Мам Ты меня просила сама Молчать Ты в офис? Подожди Я с тобой Расклилась Самый неподходящий момент Так же все хорошо начиналось Артемчик Чик-чирик Прям бери, не хочу Голыми руками Ну Нет, обломилась Ханну, рус, красавица Молодец Ой, что же меня так выворачивает-то Ух Ух Еще кофеем у меня хотела бы поить Скорую мне вызвать Голову надо лечить Голову В дурдом надо В дурдом Где мой телефон? Телефон Спокойно Телефон в сумке? В сумке телефон Сумка где? В сумке нет А, отлично Конечно Открывай Психоналитика Отлично То, что нужно прям Алло, да здравствуйте Я хочу записаться к вам на прием Нет, можно на прием и сегодня? А, меня зовут Алла Я у вас уже была Вспомнили? Здорово А, я буду обязательно Ага До свидания Ну, что ты вздыхаешь? Не получается у нас ничего Ни у меня, ни у Алиски В личной жизни Чего народная мудрость про это говорит? С глаз дало и сердце вон Ну, что ты нюнь-то распустил? Ну, хоть бы у дочки поучился Ведь Алиска сказала, как отрезала Делом занялась А про Артемов этих киноманах И слышать не хочет Сомневаюсь я Алиса Ну-ка, поди сюда Ты че, мать? Супыть сольно раны? А? Алисонька Скажи, пожалуйста А кто нам будет заказывать Ну, эти вот Пиар-акции? Ну, для начала Нам самим пиар нужен Да Когда заказчики узнают О нашей фирме Попробуют твои пирожки Тогда и пойдут заказы Раскрутка всем нужна Да, главное Надо показать Что мы относимся к ним С доверием, с любовью Как к родным Ну, да Только так доверие можно завоевать Они пошлют нас Совсем доверием Волков боятся В лес не ходить Правильно Кто не рискует Тот не пьет шампанского Ты только сама поаккуратней Маленькими глоточками А то горло застудишь Самое главное Это влезть в шкуру Заказчиков Понять их интересы Да, чем они живут А про лесеную жизнь Можно забыть навсегда Вот Спасибо Почему, почему Я должен откладывать свадьбу Мама Объясни мне Я лично причин не вижу Объясни мне Назови мне хотя бы одну Когда я ее увидел Когда я увидел ее маму То Сразу понял Мы созданы друг для друга Я люблю ее Люблю ее И хочу, чтобы она стала моей женой И это не обсуждается Артем Твой отец болен Я очень серьезно Что? Алексей просил меня не говорить об этом Поэтому я молчала И вообще неизвестно даже Сколько ему осталось Поэтому твоя свадьба Сынок В данной ситуации Будет выглядеть Крайне неуместно У робких молодых девушек При первом сексуальном контакте Часто наблюдается Вегетативное расстройство Депрессия Обмороки Я вам даже скажу Сердечные приступы Да Я вам отвечу Почему Это Это неопытность И чрезмерная впечатлительность Допустим Хорошо Допустим Неопытность Да Чрезмерная впечатлительность Почему я меня тошнила Это Это эмоциональная Эмоциональная реакция Организма На случившееся Это на Так сказать Эмоциональная реакция Неопытного Молодого организма На случившееся У некоторых Первый Сексуальный опыт Заканчивается весьма Плачевно И вызывает Знаете, отторгает От этого слова Все, что связано с сексом И все, что с ним Тоже ассоциируется А вот у других У других У других открывает Удивительный мир Наслаждения Любви Переживания Хорошо, я поняла Я все это знаю прекрасно Я же, понимаете Я же у вас Вот там Конкретный вопрос Почему меня тошнит Тошнит меня Почему? Потому что это Это эмоциональный Эмоциональный стресс Эмоциональный Эмоциональный стресс И не перебивайте меня, пожалуйста Не надо Плюс эти вот С кем-то разговариваете Вы вместе психологически имеете И психологически в том числе То есть вы хотите сказать У меня какие-то проблемы с головой Конечно С головой Я вам это говорю Потому что Не может быть иной симптоматики Иной причины Вернее Этой симптоматики До брака О, господи До брака Почему до брака? Почему? Потому что В ином случае Это называется Беременность Да Я назвала бы это Беременностью Мать моя женщина Ой, не говорите Да, да Я работаю самостоятельно Да И никакого отношения К князю в двору не имею Да Записывайте Дюймовочка Контакт на телефон У вас мой есть Да Адрес мы вам На почту Пишлем Хорошо Хорошо, думайте Будем ждать Ваших звонков До свидания Вы позволите Алисе Анатольевне Добро пожаловать В фирму Дюймовочка Вы простите Что я как-то Вот так Без предварительной записи Ну что вы Боже мой Мы всегда вам рады Ой Алиска Я смотрю Ты цветешь И пахнешь А мне твоя бабушка Рассказала Ну, про это Про фирму Слушай, столько Навалилось Мне даже дышать некогда Ну вот и отлично Сейчас поработаешь Попашешь А киноман пока догадается Что Алка Никакая-никакая Не дюймовочка Потому что писать-то Она не умеет Ну разве что По диктовку И то с ошибками Ты чего Нет, ничего Просто Алка попросила Написать письмо Я написала Киноман ответил И предложил ей Выйти замуж И она согласилась Дима Зайди ко мне Мне некогда Почему молчал? Я братцы Мама просила не говорить Вот и молчал Я вел себя Как последний Идиот Я был тебе Несправедлив? Да Да Да, теперь я понимаю Твое состояние Ничего вокруг себя Не видел Не слышал Ну что Можно объяснить А любовь Так неожиданно Свалилась Тебе Наглую А ты все равно Должен был сказать Тём Никому И ничего Я здесь не должен Слушай У нас очень много работы И никто Кроме меня Ее не сделает Отец должен знать Что его дело В надежных руках И я Это докажу Все, давай Продолжение следует Применять В спокойной Домашней обстановке Утром Ну вроде утро Почти утро Не могла же я залететь Не могла я залететь Девушка, вам плохо? Мне очень хорошо Очень хорошо Простите Я могу вам чем-нибудь помочь? Блин, отвали Иди куда шел Из тебя тоже Черт Ты завтракала? Бабушка такие пирожки делала Блин, пальчики оближешь Какие пирожки? Ты чего? Да ты хоть понимаешь Что ты натворила? Алку вообще нельзя На порог пускать А ты ее пустила Простила Письмо за нее написала Ну что ты делаешь? Где какая-то логика? Ты же сама все рушишь Ты же счастье свое растоптала Не кричи, бабушка услышит Не услышит она ничего Тебя, значит, унижают Обманывают А ты? Ну где твоя гордость? Не знаю Чувство собственного достоинства Характер, наконец Скоро она тебя попросит Еще свечку подержать И ты тоже это сделаешь, да? Да Алла, это стерва Она не стерва, Света Она не стерва Она несчастный человек Кто? Алла несчастный человек? Ну она просто запуталась В собственной глупости Ну она точно так же Хочет счастья, как Как ты, как я Может быть Артем Это единственный ее шанс За который она держится Как за соломинку Алиса, это твоя соломинка Алла ее просто в наглую стырила Ты это понимаешь? Так, все Я не хочу больше об этом говорить Нет, 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 дорогая моя Ты меня выслушаешь И понимаешь Он ей совсем-совсем не нужен Ей нужны только одни деньги Ты думаешь Ей нужна большая любовь? Ни фига подобного Она у Артема все бабки Вытащит, стырит И потом его бросит Ну что об этом говорить? Ну как бы Ну же же Ничего не изменится Бороться за свое счастье Никогда не поздно, Алиса Ну у нас бы все равно Ничего не вышло Понимаешь, он Он увидел в ней Свою дюймовочку Ему нужна такая, как она А я Мне работать надо Все Привет Привет На работу собрался Я смотрю, ты в магазин, да? Тебя подкинуть? Не, не Мне только до магазина Своим ходом быстрее Да что ж такое, а? Слушай-ка, ну Как у тебя на работе? Процветаешь? Да нормально Цветую пахнет А что это ты, Романовна, интересуешься? Устроиться, что ли, ко мне хочешь? Родовцом консультантов Ну это, знаешь, смотря что ты продаешь А, то же самое все Элитную сантехнику Да что ты Ванны, да, унитазы Ой, это нужное дело, нужное Нужное для нужников, да А тебе Случайно пиар-компания Не нужна? В каком это смысле? Ну, понимаешь Алиска завела себе фирму Ага Да, и она может пропиарить Ну, устроить этот, как это Ребрединг Во, 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 вот этот вот Ага Она тебе так устроит этот Ребрединг Такую пиар-акцию Что полетят твои унитазы со свистом Только уши затыкай А, вот поэтому и затыкай Что свистят сильно будут Сильно будут свистеть Ну так чего Ты только сразу не отказываешься Ну? Неожиданно как-то оно Ты знаешь, что, ты тогда вечерком к нам зайдешь на тортик И мы обо всем договоримся Знаешь, там устроим этот, как он называется Пресс-кит, пресс-хит Брифинг и саммит, я понял Вот это, да, да, когда салют, там шарики Вот, вот это вот Значит, тогда пускай она ко мне к контору зайдет Вот, знаешь, ну да, вот это Правда? Да, можно Да что ж такое-то, а? Да что ж так, ехайся, лимон Лизка, отойди Лизка Меньше О, а М-м-м Ой Здорово Да Тортик, говорит Тортик И не сомневайся Пирожки И пирожки И не сомневайся Алиска тебе так пропиарит твои унитазы Чтобы только посмотреть Алиска Отечка Отечка Пап, я хотел извиниться За что? Ты что, опять что-нибудь натворил, что ли? Да Да, я поспешил со своими личными планами Ни с кем не посоветовался Ничего вокруг не видел Я считаю, что моя личная жизнь, она может подождать Ты имеешь ввиду свадьбу? Да, сейчас не время для веселья Ну что, с матерью говорил? Да Артём Артём Ну ты что? Жизнь продолжается Всё идёт своим чередом И моя болезнь ни в коем случае Не должна помешать Твоим личным планам Твоему счастью Нет, пап Свадьба может подождать А я не хочу ждать Ну в конце концов Имею право я увидеть своих внуков или нет И не надо меня жалеть Это приказ А приказ не обсуждается Ты меня понял? Я понял тебя Громче не слышал Так точно я понял вас, отец Вольно? Ну вот и договорились А вот и наша несчастная красотка явилась Что, совесть замучила? Даже к двери боишься подойти, да? Нет, меня замучило кое-что Другое Ну конечно, совесть ты давно уже потеряла А вот к Алиске я тебе не позволю И тебе нечего её расстраивать Ладно, заходи, поговорим Ух, умаялась Так бежала, так бежала, так бежала, ну Нашла я заказчика Ой, Кошкин на работу шёл Я его к стенке прижала Он мне всё и выложил Так, а теперь поконкретней Кошкин-то унитазами торгует И у него этих унитазов, как грязи Так, а пиарут никакого нету Ну Ну Я ему всё и объяснила, как родному Что без нас, без нашей помощи Он просто дырка от бублика Так что Кошкин у нас в руках Он что, будет нашим заказчиком? Ждёт тебя сегодня для заключения договора Бабуля, а что я без тебя делала? Ты же бесценный работник Как я тебя люблю Так, нужно подготовить прайсы И предварительную смету Ага, давай И позвонить Антонине Точно, вот Ну вот, я же говорил Отдохнёшь, и тебе сразу станет лучше Ты у подруги? Ну вот и чудненько Значит, пошла на поправку Я тебя тоже целую Ага, до встречи, пока Пока Для кинопроб всё готово? Ну? Где? Где твоя дюймовочка? У подруги её сегодня не будет Стоп Как это не будет? Тема Мы тут с утра колбасимся, свет ставим То-сё Всё, что связано с производством фильма И сам фильм я останавливаю Для меня сейчас это Неактуально Отдуреть Вчера нельзя было сказать, да? Нельзя Я сам сегодня узнал Компания сейчас находится в глубоком кризисе В общем Мне стыдно перед отцом Короче, я намерен уйти с головой в работу Так Официальную версию я выслушал Но есть ведь и другая Я прав? Не могу сказать Не сейчас Ну, хорошо Спасибо и на этом Ну, конечно Конечно Тебе хочется красивой жизни Но не такой же ценой Ты понимаешь Ты предала лучшую подругу Сейчас ещё на жалость давишь Знаешь, Алла Вот мы всегда прощали Все твоего крутаса Но на этот раз Ты зашла слишком далеко Я не позволю тебе Выйти сухой из воды Ясно? Свет, ну ты достала Ты же видишь, мне так паршиво И ты ещё лечишь В меня здесь ходишь Ты можешь просто нормально мне сказать Чё тебе надо и всё А до тебя не доходит, да? Нет Хорошо Ты должна рассказать всё Артёму И отменить свадьбу Я тебя очень душно Ты можешь открыть окно, пожалуйста? Слушай, с тобой бесполезно разговаривать Тебе, по-моему, действительно надо лечиться Алла Всё отлично Но мне кажется Нужно пересмотреть Осценки Либо предоставить кошке На дополнительные скидки Ну, к какому основанию? Ну, он наш первый клиент И всё-таки он не чужой Пирожок хотите? Да нет, спасибо Но, Алиса, я, конечно, понимаю Что вы живёте рядом Хорошо знаете друг друга Но Для бизнеса Это не аргумент И всё-таки Я думаю, что ему нужно Предоставить дополнительные скидки Ну, тогда Прибыль у нас будет минимальной Ну, Антониночка Михайловна Ну, поймите У нас ещё будет очень много клиентов А кошки Наша премьера И я готова работать В убыток Лишь бы доказать людям Что мы лучшие Тем более для нашей репутации Это Вы согласны? Да Да-да И файлы с образцами Тоже у меня Хорошо Так давайте встретимся Всё, обсудим Я сегодня уже подъеду тогда Угу Тогда до встречи До свидания Куда собрался? Не хочешь обсудить наши проблемы? Артём, наш князев двор В глубокой яме Клиентов нет Телефона молчат Один есть Только что назначил мне встречу Я сейчас к нему Понял Что за клиент? В товар у него ходовой Нужно что-то срочно придумать Не хочется идти с пустыми руками Слушай, так если Не-не-не Тут твои ноги от души не пойдут А я и не собирался Предлагать тебе свои ноги Для таких высоких целей Ну, ничего, давай Давай, ну давай Напрягись Проскинь мозгами Сообрази что-нибудь Придумай, давай А вернёшься от заказчика Мне отчитаешься Обязательно Извините, я опоздала Добрый день Не беспокойтесь Я знал, что вы опоздаете Нашей земной жизни К сожалению От нас Практически ничего не зависит Да, конечно Возможно Но всё-таки Мне удалось Оттянуть свадьбу сына Хорошо Да Хотя это не решает Основные проблемы Вы помните Вы говорили про Астральную жизнь Астральную женщину Которая должна Увести моего сына От Аллы Скажите Нам долго Ищу её ждать Секундочку Простите Что так? Там всё в порядке Я вас поздравляю Эта женщина Уже рядом Как замечательно А нельзя нам её Поторопить? Нет Вмешиваться в астрал Крайне опасное И трудоёмкое дело Но вы же только что Оттуда Только что Только что Я внутренним зрением Увидел эту женщину А вы мне предлагаете Выйти в астрал Для этого нужна Очень мощная энергетика А я вчера был На третьем уровне Да Поэтому сегодня Выжатый как лимон Ну то есть Из тела-то Я смогу выйти Без проблем А вот вернуться Это крайне опасно Это крайне опасно Риск Будет очень хорошо Оплачен Вы хотите моей смерти? Ну что вы такое говорите Только ради вас Так Значит О чем мы говорили с тобой? Хватит из себя строить дурочку Можешь своему Артему мозги пудрить А мне не надо Я твои штучки уже давным-давно все знаю Не помнишь о чем говорили? Руки в ноги и вперед Иди отсюда Зря я вообще тебя пустила Бесполезно с тобой говорить Почему бесполезно-то? По кочану Потому что все равно Потом все сделаешь по-своему И наплюешь на всех Как всегда Блин, Свет Мне Артем сделала предложение Я не могла тогда отказаться Понимаешь? Да? Да А что случилось? Да речь потеряла Их там две Почему-то? Ты что, беременна? Да Я беременна А у меня здесь встреча с юристом И твое присутствие здесь в офисе не обязательно Ты пошел бы воздухом подышал Удивительное совпадение У меня как раз здесь И тоже встреча с юристом А вот я не против того, чтобы ты здесь присутствовал Неужели? Ну что ж, я тебе чрезвычайно признателен Ну что вы право Не стоит благодарности Я даже считаю, что очень полезно будет Вам услышать то, о чем мы будем с ним беседовать Господа Зарегистрировать фирму под названием Одинко Не представляется никакой возможности Дело в том, что такая фирма уже есть И вам обоим придется подумать Над новыми названиями для ваших фирм Погодите, погодите, погодите Вы что, тоже С ним тоже работаете? Ты что с названецом-то? Лопухнулся Нет Ты тоже с этим названием в лужу сел Кстати, рекомендую тебе назвать твою фирмочку Кошкин дом Да И установить пожарную сигнализацию На всякий случай Знаешь, Костюков Вот ты свою эту шарашку Эту конторку, знаешь, как ты назови Ну-ка, ну-ка, давай Кость в горле Знаешь, почему? Почему, Вячеслав? А потому что ты со своим сыночком уже, знаешь Вот здесь вот у меня Господа, господа Мы цивилизованные люди Давайте прежде всего Успокоимся И Ой, Дарья Петровна Здрасте Мариночка Я на минуточку тебе А я как раз только что о вас думала Скажите, пожалуйста, а вы были у экстрасенса? Да Вот только что от него Понятно А я-то думаю, что с Артемом происходит Его как будто бы подменили Сидит в кабинете весь день Думает только о работе Говорит только о работе А своей дюймовочке не слово Представляете? Нет, нет Это не экстрасенс Я утром поговорила с Артемом И я рассказала ему О болезни отца А, вот оно, что понятно Но С экстрасенсом мы прорабатывали как раз ту женщину Которая должна увезти Артема от Аллы Ну пытались ее поторопить Ну ты знаешь Наш друг был Обессилен предыдущим сеансом И он не смог выйти Туда, в астрал Но он сказал Он сказал, что она уже где-то рядом Рядом? Рядом Вот я и подумала А может быть это ты? Я сомневаюсь, Дарья Петровна На меня он вообще никакого внимания не обращает Ну дорогая, ну в такой ситуации Нельзя вести себя так пассивно Ну а что же я сделать-то могу, а? Подумай Подумай, ты же умная девочка Что же делать? Надо Алиске рассказать Ну как? Блин Что делать? Да? Светик, привет, ты звонила? Прости, не мог подойти Да, Паш Слушай, тут такое дело Мама дорогая Денис опять? Что вытворил, достает тебя? Нет, Денис тут ни при чем В общем, ко мне приходила Алла Так что же ты молчишь, рассказывай Как она, где? Со мной опять говорить не хочет Другую не берет Паш, Паш, подожди Давай лучше с тобой встретимся и поговорим Ты знаешь, аптека недалеко от меня на углу Да, знаю, мне минут 15 надо Хорошо, я тоже уже выхожу Пока Господа, я думаю, что на сегодня все Фирмы у вас молодые Надо начинать все, так сказать, с чистого листа Я думаю, что вам и без меня есть чем заняться Если вы не возражаете Мы перенесем нашу встречу На другой день Нет уж, позвольте вам, не позволите Что это такое? С чистого листа? Да, у меня, между прочим, есть парочка гениальных идей Так у кого? У тебя гениальные идеи? Рассмешит А что рано смеешься? Да, рано, да Как бы не заплакать Вот так, да Господа, ну давайте прежде всего нужно успокоиться Да, я спокоен Я абсолютно спокоен Как танк раскаленный На нем утюг можно крыть Из ушей пар пойдет скоро Вот у кого из ушей пар пойдет скоро Так это у тебя, когда ты узнаешь о моей фирме Это будет термоядерный взрыв Который камня на камне не оставит От моего хиленького конкурентюшки С его гениальнейшими идеями Что ты сказал? Что, какой там конкурентюшка у тебя? Так, ну... Хиленький, а? Я, пожалуй, все-таки откланяюсь Стоять! Ты все слышал? Вот, свидетелем будешь Да, я все слышал Но, господа, я хочу вас предупредить Что вы оба Должны прежде всего Беречь свое юридическое лицо В данном случае Мое Алисенька, если вдруг переговоры затянутся Вот, перекусишь На, знаешь, живот крепче На сердце легче Бабуль, ну у меня важная встреча А ты со своими пирожками На кого я буду похожа? Мама, Алиса права На голодный желудок лучше думается Да Мы за тебя кулаки держать будем Ну вот Спасибо Тогда давайте присядем на дорожку Давайте Ну, с Богом Иди, ничего не бойся Мама, народную мудро скажи какую-нибудь Смелость города берет Вперед! Да спокойно я как бык Говори, что такое? Ладно В общем, Паша, ты такое делала Понимаешь Алка Алана беременна Как беременна? Ну, прям вот так А как? Прям? В смысле беременна? Угу Такое ж супер! Я буду папой! Ну, я... Паша, отпусти! Я буду папой! Я буду папой! Светка, это же... Паша! Это же просто замечательно! Ты понимаешь? Стой, стой, стой Ты меня неправильно понял, Паша Как это? Я все понял? Я все правильно понял? Паш, она беременна от Артема И она за него выходит замуж Подожди, я что-то не понял Как у Артема? Какой замуж? Я ведь ее люблю Как-как-как? Паш, любовь, понимаешь Она может быть счастливой Только если она взаимная Да нет, так ну нет Ну как же это? Быть этого не может Может, Паш Они любят друг друга И не мешаем Насильно мил не будешь Вот видишь, вот такие мы с тобой невезучие И знаешь, с этим вообще ничего не поделаешь Субтитры сделал DimaTorzok Дурдом какой-то Все, с меня хватит Сюда я больше не ходок Добрый день Добрый Я могу видеть господина Кошкина? Кошкина? Может Он у себя в кабинете У него прием Прием лекарств А я вот, извините, откланяюсь Честь имею Алиса А ты что, меня искал? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...